Цивильск – один из интересных малых городов России, бывший уездный центр. В самом городе и районе немало достопримечательностей. Что может стать центром притяжения туристов? Каковы перспективы развития этой территории? Важные вопросы обсудили во время рабочей поездки главы Чувашии в Цивильский район. Цивильск – один из паломнических центров. Здесь расположен Тихвинский Богородичный женский монастырь. Немало достопримечательностей и вокруг него. Перспективы развития исторической части города обсудили с московским архитектурным критиком Еленой Гонсалес. И наша задача сделать так, чтобы в этот маршрут туристически были включены еще два храма. Троицкий собор вполне заслуживает быть включен в этот маршрут. Вторым пунктом притяжения должна стать ярмарочная площадь. Помимо традиционной Тихвинской ярмарки, там предложили запустить и другие активности. Например, проведение различных фестивалей. Доработанный проект развития туристического центра «Цивильска» обсудят в конце апреля. В развитии нуждается и микрорайон «Южный-2». Микрорайон сильно развивается сегодня здесь. Более тысячи жителей уже в очередь в детский сад. Только с этого микрорайона записано 138 детишек. И вот здесь, здесь проблема номер один – это пешеходный переход. Если мы его оставляем в перспективе на просто, как говорится, по поверхности проезжей части, это даже регулируемо. Потенциальная опасность есть в здоровье и жизни детей. Проблема с отсутствием водоотведения. Те проектировщики, они даже не приезжали, дистанционно работали. Они элементарно думали, что вода будет в гору уходить естественным образом, что невозможно. Эти вопросы будут решены в ближайшее время. В частности, строительство детского сада завершится в ноябре этого года. Проблем здесь нет. Что не скажешь о Чурачекской школе. Протекающая крыша, скрипучий пол, обвалившаяся штукатурка. 375 детей учатся в неподходящих условиях. Один корпус находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. Три оставшихся не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В тот случай, когда надо срочно строить новую школу, и, к сожалению, объект запустили, будем прикладывать максимум усилий, чтобы ускорить процесс начала строительства. Благо, проектно-смертная документация разработана, находится на стадии экспертизы. С сегодняшнего дня я эту ситуацию беру под личные контроли. Предполагаемая стоимость проекта – более 300 миллионов рублей. Власти надеются начать строительство уже в этом году. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика.